Средство массовой информации негласно принято считать четвертой властью. Сегодня в руках СМИ сосредоточена одна из главных ценностей современного мира – информация, которую, как мы все понимаем, всегда можно подать под определенным углом. Особенно СМИ становятся центром притяжения в период борьбы за власть. Как работают абхазские СМИ? Насколько наши СМИ ангажированы? Как сохранять информационный баланс? Добрый вечер, мы работаем в прямом эфире. И у нас в гостях директор информационного агентства Абхазии Информ Манана Гургулия, журналист Отар Лакарба, журналист Изида Чания и шеф-редактор службы общественно-политического вещания Абхазского телевидения Георгий Берзини. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Большое спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Георгий, свой первый вопрос я хотел бы адресовать вам. Все эти дни к Абхазскому телевидению было приковано особое внимание в связи со сложившейся политической ситуацией. Особое внимание как политических различных сил, ну и также и общественности. Расскажите нам, пожалуйста, как работал коллектив Абхазского телевидения эти дни и что происходило вот в здании Абхазского телевидения. Добрый вечер. Все эти дни Абхазское телевидение работало в обычном режиме, все сотрудники находились на рабочих местах, занимались своей работой и в эти такие непростые для нашей страны времена мы внимательно следили за тем, что происходит, в частности у комплекса правительственных зданий, как-то сопереживали, потому что у нас есть близкие со всех сторон, но в то же время мы выполняли свою работу и, как мне кажется, все получилось хорошо. Георгий, тем не менее, в эти дни особенно на Абхазское телевидение обрушился такой шквал критики. Многие считали, что особенно в эти дни Абхазское телевидение работало очень ангажировано. В принципе, были какие-то запреты на доступ к эфиру. Вы, как человек, который непосредственно занимается прямыми эфирами, расскажите, как все обстояло в этом контексте, в этом вопросе. Ну, в эти дни, на самом деле, на нас была большая нагрузка, потому что много событий происходило, не было какой-то, иногда не было понятно, откуда брать информацию достоверную и так далее, но наши журналисты активно работали, связывались, уезжали и освещали все, что происходит, и абсолютно не было какой-то ангажированности, абсолютно все события, которые происходили, были освещены, были показаны все действующие лица, все активисты, брались всех комментарии, и в день, когда Верховный суд вынес решение о том, чтобы признать выборы 2019 года недействительными, мы собрали прямой эфир, собрали в студии представителей оппозиции, представителей власти, и в прямом эфире обсудили, как есть, без какой-то цензуры, все вопросы, которые стояли на повестке дня, все проблемы, и абсолютно не было какой-то предвзятости. Спасибо большое, Утар Ночевич, в эти тяжелые для нашей страны дни политического кризиса, я имею в виду 9, 10 и 11 января, было принято решение, скажем так, делегировать вас сюда, на Абхазское телевидение, вот я бы хотел, чтобы вы сами прокомментировали, как бы, причины своего нахождения здесь, и как вы лично сами к этому относитесь. Добрый вечер, спасибо за вопрос. Да, с 11 числа я был делегирован лидерами оппозиционного движения на АГТРК, и с такой задачей, значит, оказать содействие сотрудникам АГТРК, редакции АГТРК в обеспечении равного доступа сторон к эфиру. Значит, здесь ситуация была сложная в целом, не только здесь, в целом, и в республике, и в государстве был сложный период. Вы прекрасно знаете, я не буду перерассказывать, какие события происходили, вам об этом известно, но по просьбе лидеров оппозиционного движения я был делегирован сюда, еще раз говорю, для того, чтобы помочь сотрудникам АГТРК, сотрудникам редакции, в обеспечении равного доступа сторон, в частности, участие представителей оппозиции в новостных выпусках и в других тематических передачах, которые здесь проводятся. В задачи стояло, значит, мы здесь встретились с руководством АГТРК, в течение 30-40 минут мы вели беседу, после чего сопровождавшие меня люди покинули территорию АГТРК, и по согласованию сторон я остался здесь, и вместе согласованно работаем по сей день. Я с утра до вечера здесь не нахожусь, я прихожу где-то в обед, или вечером садимся, обговариваем те вопросы, которые волнуют редакции. Здесь вот стоит шеф-редактор, который отвечает за эти вопросы, он подтвердит. Оказываю содействие в поиске респондентов для участия в прямых эфировах, в частности представителей оппозиции. И я хотел бы сказать, что многие наши коллеги, многие мои коллеги, оставив, наверное, в сторону главные события в республике, и поторопились сообщить в своих сообщениях, якобы я вступил здесь в какую-то должность, другие сообщали, что я здесь якобы закрывал эфиры, открывал эфиры, ничего подобного не происходило, как вам известно, работникам АГТРК, ни в какую должность я не вступал. И если была, вот Саид, вы помните, Георгий помнит, это, по-моему, было 12-го числа вечером, была задержка выпуска восьмичасового. Объясняю, почему. Это не мое было решение, это было совместное решение с руководством АГТРК, с руководством дирекции информации. Дело в том, что в тот час к восьми часам вечера основные события происходили у ворот государственной дачи президента республики Абхазия, а в выпусках, которые планировались выйдать в восемь часов вечера, там были материалы, уже утратившие актуальность, то есть съемки, которые были произведены утром, днем и в прямом, в социальных сетях, в прямом эфире, в интернет-выпусках шли прямые эфиры с района Синов и нам показывают, здесь совместно мы такое решение приняли, и показывают какие-то утренние или дневные съемки, интервью, было бы не совсем этично, поэтому где-то около часа была задержка выпуска восьмичасового эфира, и мы давали здесь, давали работники АКТРК бегущую строку, что готовится экстренный выпуск, и по съемочной группе находились одновременно, съемочные группы АКТРК находились одновременно и у ворот государственной дачи, и на площадке у администрации президента. По прибитии этих съемочных групп, по прибитии наших коллег, по подготовке видеоматериалов был обеспечен выпуск эфира. Вот Арночевич, вы продолжаете работать, скажем так, пусть и не на официальной должности на Абхазском телевидении. Нет, никакой должности я здесь не занимаю. Я бы в связи с этим хотел задать следующий вопрос лично вам, и потом, да, секундочку, и в связи с этим обсудить уже и с коллегами вопрос, который я хочу задать. Вы представляете здесь интересы политической партии Ан-Сахара. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы справедливым, что у нас в партии, я, если не ошибаюсь, порядка 10-11, может быть, тогда уже правильнее будет делегировать каждой партии своего представителя сюда на Абхазское телевидение, для того, чтобы, если уж ставится так вопрос, для того, чтобы уже все было в принципе справедливо. Отвечаю. Если другие политические партии решат, что представители этих партий должны находиться здесь, это их право, они должны это решить внутри себя. Еще хотел бы добавить к сказанному, что недавно на совещании в парламенте, в Народном собрании парламента Республики Абхазия было заявлено о том, что будет создан общественный совет сейчас, и будет этот совет находиться здесь, на Аготерка. Как это было сделано в 2014 году? Хочу сообщить, что в 2014 году никакого общественного совета на территории Аготерка не было, и такой совет и не был создан. Может быть, он был где-то создан, но на территории Аготерка никакого общественного совета не было. Что тогда происходило? Я вкратце напомню. Мы вот, извините, что я вас перебиваю, события 2014 года, и мы уделим должное внимание в следующем вопросе. Я бы хотел, Идида Терентьевна, обратиться к вам. Вопрос хотел бы задать. У вас несколько раз прозвучало. Я пришел оказать помощь своим коллегам. Кстати, один из заместителей. Можно я договорю вопрос? Можно я вопрос договорю? Коллеги обращались к вам за помощью вашей? Здесь? Да. Здесь коллеги мне не обращались. Когда мы обратились сюда... То есть к вам коллеги не обращались, но вы решили вот так... Они с удовольствием восприняли... Про удовольствие, про удовольствие, это ваше субъективное мнение. Скажите, как все-таки называется ваше нахождение? Вы согласны, что это цензура? Я бы не сказал, что цензура. Вы не сказали бы. Найдите другое слово для этого. Я не знаю. Это оказание содействия. Какое содействие у вас его не просили? В организации поиска респондентов для участия в эфирах. То есть ваши коллеги не справлялись с работой? Вы так решили. Вы в подготовке новостных блоков, чтобы был обеспечен равный доступ сторон. Равный доступ сторон вы обеспечили? Да. Каким образом? Каким образом? Я оказывал еще до прибития... Вы обеспечили доступ одной стороны ОНД? Я так понимаю. Я поэтому хотел напомнить события 2014 года. Но вы сказали, что... Мы обсудим. Мы не взяли суда. Нет, мы не взяли суда. Я спрашиваю, это цензура или не цензура. Мне интересно, в Абказе цензура есть или нету в виде ОНД. Люди, которые делегировали меня сюда, поставили перед мной задачу. Не допустим события на ГТРК 2014 года, когда по 15-20 человек собирались здесь, приходили сюда, не руками, а ногами открывали кабинеты редакции, кабинеты руководителей и диктовали, какие передачи, какие записи нужно давать. Вы решили переплюнуть свои столицы в 14-м. Манана Михайловна, я отвечаю на вопросы ведущего. Да, спасибо большое, Изида Терентьевна. На мои вы не хотите отвечать, но помогать коллегам ничего, но на мои не надо. Изида Терентьевна, я задам ваш вопрос чуть позже. Хорошо. Манана Михайловна, я бы хотел поговорить с вами. Вы журналист с большим опытом, пользуетесь авторитетом среди журналистов Абхазии, в принципе, в абхазском обществе. Как вы можете охарактеризовать сложившуюся ситуацию? И если уж мы говорим о том, что, как сказал Утар Ночевич, главная цель его нахождения здесь, это содействие и попытка контроля того, чтобы все стороны были представлены. Но вот мой вопрос. Не считаете ли вы, что тогда все остальные политические партии также имеют право делегировать сюда человека для того, чтобы он также вместе с Утаром Ночевичем оказывал содействие в работе абхазскому телевидению? Манана Михайловна, пожалуйста. У нас действительно до 10 политических партий, но степень их активности совершенно разная. Те события, о которых мы говорим, главным, так сказать, актором у них были оппозиционные политические силы. Одна из основных партий – это Анцахара. И я полагаю, что именно с этим связано, что она делегировала сюда вашего коллегу, человека, который долго работал на абхазском телевидении для того, чтобы он вот, я не знаю, называется, кто-то это называется содействием, помощью, кто-то называет, вот Изида называет это цензурой. Я с этим не согласна. Но это другое дело. Как вы оцениваете тогда? Вы оцениваете как помощь? Я все-таки по тому, что происходило в эти дни на абхазском телевидении. И сравнивая с тем, как здесь разворачивались события в том же 2014 году, в 2004 году, я все-таки это рассматриваю больше как содействие. Может быть, юридически неоформленное, может быть, с точки зрения его легитимности не совсем правильное, но я это расцениваю все-таки больше как содействие, нежели как такое жесткое давление. Но возникает вопрос о том, почему все-таки это требуется. У нас много было дискуссий по поводу того, нужен или не нужен общественный совет при телевидении. Периодически при тех или иных президентах эта тема актуализируется, называются какие-то имена, озвучиваются предложения по поводу того, что и как он должен делать. Но реально его нет здесь. Может быть, такой совет и нужен. Может быть, нужен какой-то общественный совет, который ни в коей мере не будет выступать в роли цензора, но все-таки будет как бы доносить, может быть, до руководства телевидения, до журналистов и те проблемы, которые волнуют какую-то часть. Но почему, собственно, вот на мой взгляд, почему появился, к примеру, Атар Ночевич здесь или почему оппозиция очень хотела того, чтобы их представитель был здесь. Вы можете со мной соглашаться, вы можете со мной не соглашаться, но мне кажется, что все-таки в эфире абхазского телевидения, да, я понимаю, это государственное телевидение и, безусловно, в первую очередь оно, наверное, должно освещать деятельность органов власти. Но это не телевидение президента или не телевидение какой-то ветви власти. И что касается точки зрения разных общественных сил и политических сил, в частности оппозиции, мне кажется, что ее здесь было слышно не в той степени и не в том объеме, который хотелось бы видеть и слышать широкой общественности. И для того, чтобы как-то обеспечить вот этот более широкий доступ оппозиции, мне кажется, поэтому было решено пригласить или попросить Атара Ночевича как-то посотрудничать с вами. Спасибо большое, Манана Михайловна. Георгий, я бы все-таки хотел поговорить с вами. Вы, молодой человек, совсем недавно работаете на абхазском телевидении, впрочем, как и я. И вот мы с вами здесь из прямого эфира, в прямой эфир сталкиваемся вот с привидениями в пример события 2014 года, 2004 года. Вот как молодой сотрудник абхазского телевидения, не принимавший участие в событиях 2014 года, 2004 года. Расскажите, как вы к этому относитесь и как же все-таки тогда уже, грубо говоря, прекратить этот порочный круг, когда 2014 у нас получается такой же, практически такой же 2020 год. Выразите, пожалуйста, свое мнение. Это один момент. И все-таки я бы хотел, продолжая мысль Мананы Михайловны, конкретно поговорить о прямых эфирах. Насколько, на ваш взгляд, здесь все-таки был слышен голос оппозиции? Спасибо. Ну, мне действительно трудно судить о 2014 году и 2004. Я знаю об этом только с чьих-то слов, либо читаю какие-то исторические заметки. Вот. Но то, что я работаю на телевидении год, и мы создали здесь, руководство ГТРК создало службу общественно-политического обещания. Мне кажется, это как один из инструментов, который позволяет обеспечить вот этот равный доступ всех политических сил и всех общественных каких-то организаций на телевидении. И за год работы, который мы ведем, мы всегда, каждый эфир, каждую неделю мы выходили в прямом эфире, мы обеспечивали паритет сторон. То есть мы всегда все вопросы, мы никакие проблемы не замалчивали, мы реагировали на актуальные какие-то вопросы, которые происходят на события, которые происходят в стране, и собирали всегда два мнения по этому вопросу. Вот. И мы, в частности, мы всегда сталкивались с проблемой того, что к нам как раз-то они приходят в эфир. Это было как со стороны чиновников, со стороны власти, так и со стороны оппозиции. И это происходило все на фоне того, что в публичном пространстве оппозиционные, в том числе какие-то организации, они делали заявление о том, что вот им не хватает доступа в эфир, они требуют эфир, какие-то такие разговоры. И в то же самое время мы им звоним, приглашаем на эфир, они отказываются. И для меня это было странным. Теперь, что касается сейчас, что происходит, опять же, я не сравниваю с 2014-2014 годом, потому что, ну, все мы понимаем, что прошлое, оно не такое идеальное, как должно быть. И все мы хотим, чтобы наше государство развивалось, как-то мы в рамках закона действовали. И, по сути, все политические силы декларируют такие вещи о том, что нужно, чтобы все шло в русле закона. Например, вот если говорить о ситуации сейчас, да, действительно напряженная ситуация, и в отношении ГТРК поступает много критики. И несмотря на наличие на телевидении представителя оппозиции в лице Утара Лакарба, все равно эти какие-то высказывания о том, что здесь не объективно, все равно они остаются. То есть этот вопрос не снят даже вот с таким решением. Главное, что они поднимаются. Знаете, я хочу сказать, что все равно поднимаются. Может быть, не с какими-то угрозами, но мы сталкиваемся с тем, что вот это, наверное, заразно как-то стало. Теперь все считают, что чтобы получить вот что-то, в частности какой-то эфир на телевидении, нужно прийти большой группой лиц и это потребовать. То есть мы буквально на днях, сейчас, в принципе, никакой такой жесткой риторики не было. Но к нам на телевидение пришло 20 человек для того, чтобы потребовать эфир, который мы с удовольствием провели и так. И к нам просто нужно, чтобы пришли 2-3 человека, мы поговорим. В принципе, в Абхазии все знают информационный голод практически постоянный. И мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы находить темы и готовы к сотрудничеству с любимыми вообще абсолютно. Я не говорю, к кому они относятся, но это заразно уже становится. Я бы хотел продолжить наш разговор и попросить присоединиться и остальных гостей сегодняшнего эфира. Но не считаете ли вы, что в принципе в Абхазии выросло новое поколение журналистов, для которых в приоритете их работа? Их принцип независимо от того, какие у них политические предпочтения за пределами работы. Конечно, каждый из нас исполняет свой гражданский долг, идет на выборы и так далее. Но не считаете ли вы, что и на абхазском телевидении в том числе есть люди, которые готовы честно выполнять свою работу, независимо от своих каких-либо политических предпочтений? Хотел бы, чтобы ответили вы. И потом, Арночевич, чтобы вы тоже прокомментировали. Я считаю, что уже это возможно, по крайней мере. Я не знаю, почему раньше это было невозможно. Я сегодня вижу, что на абхазском телевидении работает больше ста человек. И они все абсолютно разных политических взглядов. Даже если говорить о нашей какой-то маленькой редакции, у нас тоже часто бывает разное мнение. Мы все равно приходим к чему-то. Мы исходим из профессиональных каких-то факторов и принимаем решения именно только на этом основываясь. Поэтому я считаю, что это возможно сегодня. Просто, может быть, нужно довериться. Ну, не знаю, может быть так. Спасибо большое, Арночевич. Я бы продолжить именно этот разговор хотел с вами, потому как за эти дни у вас была возможность ознакомиться с работой как минимум двух редакций абхазского телевидения. Это новостная дирекция и вот дирекция общественно-политического вещания. Мне бы очень хотелось услышать ваше мнение. Задам вопрос прямо. Считаете ли вы, что без вашего содействия эти обе службы не справились бы с работой именно в контексте объективности? Отвечаю. Я хотел бы подчеркнуть, что здесь на ГТРК работают и люди старшего поколения, это люди моего поколения, среднего, и что отрадно и младшее поколение, которые пришли пять лет тому назад, четыре-три год тому назад. Я вот еще смотрим эфир и очень отрадно, что есть талантливые люди, молодые журналисты, которые могут делать добротные профессиональные репортажи, передачи, которые это очень радует лично меня, потому что все-таки немало лет отдано мною этой организации. И поэтому я хочу, чтобы телевидение развивалось. А что касается вашего вопроса, я абсолютно не ставлю под сомнение возможности и умения работать в редакции информационных и общественно-политических программ, и редакции тематических программ. Они абсолютно самостоятельно работают. Есть руководство ГТРК, которое ставит задачу перед редакцией. Я еще раз повторяю, здесь стоит шеф-редактор, который подтвердит, что никакого давления с нашей, с моей стороны лично здесь нет. Я думаю, что коллега подтвердит, что никакого давления здесь нет. Они самостоятельно работают. Я еще раз повторяю, я никогда не говорил им, что этот репортаж надо снять с эфира, этот репортаж надо вставить в эфир. Я думаю, что такое... Тогда в чем принципиальность вашего нахождения здесь, на абхазском телевидении, если вот... Приведу, вот приведу, приведу конкретный... Приведу конкретный... Нет, я дойду до 2014 года тоже, приведу конкретный пример. Значит, знаете что, ну, смотрю репортаж сегодня, который был уже подготовлен к вечернему эфиру. Значит, и коллега-журналист готовит репортаж с совещанием Народного собрания парламента Республики Абхазия. И в закадровом тексте. И люди, говорящие в этом репортаже, сообщают о том, что, значит, на исполняющую обязанности президента, оказывается, какое огромное, значит, давление. Это закадровый текст. И люди, говорящие в этом репортаже, это депутаты, это люди ответственные, они призывают к разуму и так далее, и тому подобное. И, а там конфликт в парламенте возник из-за чего? Из-за непонятного какого-то обращения к народу, которое было под головой, и которое никто в глаза не видел, сами депутаты не видели. И там был спор. Там, где депутаты, там, где принимаются какие-то решения, обращения к закону, всегда возникают споры. И я посчитал, что нужно объяснить телезрителям вообще, что там происходило. Я попросил руководства, дирекции информации, раскрыть суть дела и сказать, показать и другую сторону тоже. В чем тут плохого, я не вижу. Показали спикера, показали одного депутата, да, который, значит, призывает своих коллег к разуму, покажите другую сторону тоже. В какую-то другую сторону. Там есть депутаты от разных этих организаций, значит, есть депутаты и представители оппозиции. Почему их не показать? Показать их не мнение. Не было такое в репортаже, не было другое мнение. Не считаете ли вы, что это коллективное восприятие отдельного журналиста? Это один вопрос. Я еще раз говорю. Вы просто раньше редактор увидели этот материал. Значит, пообсуждали с руководством дирекции и пришли к мнению абсолютно в дружелюбной форме. Было взаимопонимание. То есть цензура осуществляется в дружелюбной форме? Это не цензура, это выравнивание баланса. Выравнивание баланса. Это был однобокий сюжет, и мы просто взяли, посидели, пообщались и сделали сюжетку. Я не знаю конкретно. Чтобы зрителю дать возможность показать одну сторону, мнение другой стороны. Аутар Ночевич, нет ли с вашей стороны каких-то запретов на, возможно, какие-то там, я не знаю, показывать какие-то кадры, говорить какие-то слова? Таких запретов нет. Таких запретов нет. Да, Георгий. Я хочу сказать, что то, что вы говорите, я не знаю, о каком конкретном репортаже идет речь, но, насколько я знаю, там, в принципе, всегда стараются паритет какой-то соблюдать. Просто, получается, возможно, действительно вы увидели этот материал до редактора, как вариант. Но я к чему хочу сказать, что объективность, она, в принципе, в любом случае остается на редакции. У нас нет такого, вы сами, наверное, видели, что, чтобы редакции кто-то говорил, в какую сторону надо перетягивать там или под каким углом подавать. То есть это принимаем мы все сами, исходя из профессиональных каких-то факторов, исходя из того, что увидел на месте журналист. И мне кажется, что редакция бы все равно как-то повлияла. Значит, репортаж был просмотрен редактором. Этот репортаж был в эфире днем в 16-часовом выпуске. И этот репортаж готовились к повтору в 8-часовом выпуске. Вот Арночевич, завершая эту тему, я хотел бы задать еще один вопрос. А можно ли у меня вопрос в связи с тем, что вот вопрос по абхазскому телевидению как раз? Да, конечно. Я предполагал, что журналисты будут задавать вопросы. Я помню, когда совещание, заседание правительства в 2014 году нельзя было показывать здесь действующее тогда правительство. Как долго вы будете находиться и в каком статусе на абхазском телевидении? Как долго вы планируете продолжать находиться на абхазском телевидении и в каком статусе? Ради бога, хоть после эфира могу идти домой, больше не будет. Нет, это шрам вопроса. С точки зрения журналистов, это уже... Вот здесь говорилось, Георгий сказал о том, что телевидение подвергалось такой достаточно жесткой, скажем прямо, критике в эти острые, критические, ну, период кризиса в эти дни. Как вы думаете, с чем все-таки это связано? Вот на ваш взгляд, вот мне интересно ваше мнение. Действительно, телевидение всегда находится под таким жестким прицелом со стороны разных сил. Ну, чаще всего понятно оппозиции. И давление оппозиции бывает совершенно разным. Мы видели совершенно разное. Я даже на себе, не будучи никогда журналистом телевидения, испытала прямое вплоть до физического давления из-за абхазского телевидения в свое время. Вот. Но как вы думаете, почему вот вы оказываетесь под таким жестким прицелом? Что, с вашей точки зрения, вы, может быть, делаете или не делаете? Это один вопрос. И второй вопрос тут же. Ну, не могу его не задать. По крайней мере, одно из критических замечаний, которое высказывала, в частности, в социальных сетях, в адрес абхазского телевидения, почему оно молчит вот в эти дни с 9 до 12. То есть вы выходите в определенное время, у вас есть сетка, вы выходите в эфир. Была у вас возможность или есть ли у вас возможность в такое сложное время, когда требуется буквально ежеминутная информация и не только социальных сетей, делать какие-то спецрепортажи, не дожидаясь, допустим, 8-часового эфира. Спасибо за вопрос. Я начну со второго, если позволите. В эти дни мы как раз-то, понимая, что мы опаздываем с оперативностью, это большая проблема. Я думаю, что из-за этого и есть часть критики в отношении абхазского телевидения, потому что мы выходим в определенное время, уже вся страна ту или иную новость обсудила в социальных сетях, и мы запаздываем. Что касается этих дней конкретно, мы выходили каждый день. Мне сложно сказать, я не занимался конкретно новостями, но я знаю, что это были дополнительные выходы в эфир. Это было, вот если мы стандартно выходим три раза в день, то мы пять, по-моему, раз выходили или шесть раз, может быть, в эфир. И мы старались. Я думаю, что, возможно, вся критика, которая идет в наш адрес, она связана с прошлым, о котором мне сложно судить объективно или как-то достоверно. Но я понимаю, что какие-то были упущения. Сейчас мы стараемся, реально стараемся что-то изменить в этом плане и с оперативностью стараемся какие-то решать вопросы. Сейчас мы, понимая, что накаленная обстановка, понимая важность вообще абхазского телевидения, как какого-то такого, чтобы отсюда люди узнавали правду о том, что происходит, мы приняли решение, руководство ГТРК приняло решение выходить в прямой эфир в будние дни каждый день. Это тоже для нас непростое дело, потому что даже вот в такой период нам трудно людей собрать, хотя, казалось бы, есть о чем поговорить. И все вроде бы об этом говорят, ну как-то, я не знаю, письменно, там, в Фейсбуке или где-то, но на прямой эфир люди все равно отказываются приходить. Но мы делаем каждый день прямой эфир, мы делаем абсолютно представителей любых политических партий, общественных организаций, и вот таким образом стараемся как-то вот этот соблюсти баланс. Надо просто рассказывать каждый раз в эфире, кто не пришел в эфир и кто отказался. Мы практикуем такую... Да, у нас с Аидом была такая практика, как-то он проговорил, кто не пришел в эфир, кстати, к вопросу об оппозиции. И можно я вот тут вот, кстати, добавлю... Я не перебила тебя, Георгий? Нет, нет. Я добавлю по поводу вот оперативности пресловутой, да, в этом упрекают сегодня все СМИ, и не только абхазские, любые СМИ. То есть СМИ в любом случае сегодня проигрывают социальным сетям. В социальных сетях ты делаешь репортажи с места событий, я почти уверена, да, в каких-то там на ком-то телевидении. Есть такие возможности? Я думаю, что вам вашу технику емкую тащить к месту событий достаточно проблемно, тем более таких событий, которые непонятно, чем могут обернуться, да. Вот, поэтому я думаю, что это проблема всех. И Мана Михайловна тоже прекрасно знает, что пока ее корреспондент добегает до офиса, в это время уже информация о том, что происходит в том же парламенте, появляется в социальных сетях, подробно рассказывают и о том, что было в обращении в сегодняшнем, и обо всем остальном. Так что конкурировать это такая глобальная проблема, сегодня СМИ не могут контролировать социальными сетями. Нет, я не говорю о конкуренции телевидения с социальными сетями. Поэтому и появляется у людей ощущение неоперативности всех нас, поскольку у нас другие задачи. Мы все равно выставляем заголовок, мы смотрим материал, мы его корректируем и так далее и тому подобное. Даже когда мы работаем в интернете, все равно это громоздко. Я уже не говорю о том, что когда мы делаем газеты, это вообще поза-поза-поза вчерашний день. Вот такая общая проблема. Я хочу добавить, как раз непосредственно помогал заниматься новостями. 9 числа мы выходили в эфир каждый час. 10 числа мы успели выйти в эфир тоже больше трех раз. И вот, как говорил Тарночевич, единственное 11 числа мы были вынуждены за уже неактуальность новостей, которые есть. И мне кажется, и это маленькая победа нашей маленькой службы. Сразу после суда, через час, у нас состоялся такой полноценный, интересный прямой эфир со всеми сторонами. Я бы хотел продолжить наш разговор и в целом поговорить о том, как все-таки можно эту ситуацию переломить. Я имею в виду при смене власти, вот эта борьба за телевидение. Как сделать так, чтобы телевидение, как вы говорите все, стало более самостоятельным. Это первая часть вопроса. И вот предпринимаемые сегодня меры разве говорят о том, что мы, в смысле власть имущей, грубо говоря, намеренно, вернее, готовы прийти к тому, чтобы дать абхазскому телевидению самостоятельность. Манана Михайловна, хотел бы спросить вас. И вот, Изида Терентьевна, потом прошу вас подключиться. Ну, дело в том, что все-таки, если вот такой ретроспективный взгляд, то действительно на телевидении оказывалось давление. И все-таки представители власти, руководители страны все-таки рассматривали его. И мне кажется, до сегодняшнего дня рассматривать телевидение как некий государственный канал, главная задача которого – освещать деятельность органов власти, причем исключительно в позитивном ключе, если таковое получается, и дозировать негативную информацию, а тем более дозировать информацию, которая идет от оппозиционных политических сил. Действительно, в последнее время заметные изменения в лучшую сторону на абхазском телевидении. Пришло много молодых людей, активных, интересных, и никто с этим не спорит. Но вот вы говорили о прямых эфирах, и да, в последнее время вы их каждый день проводите. Но несколько лет их практически не было. И на вопрос, почему их не было на телевидении, ссылались на то, что нет технических средств. И, наверное, так и было. Но все-таки необходимо запрос на прямые эфиры у общества был всегда. И когда несколько лет подобного рода, такого открытого диалога, не обязательно это прямой эфир, это могла быть передача в записи, но она должна была касаться очень важных, актуальных вопросов. Может быть, какой-то сиюминутной реакции на проблемы, которые существуют в обществе. Вот здесь было, безусловно, отставание. Потом, мне кажется, если сравнивать, допустим, телевидение с какими-то маленькими журналистскими коллективами, здесь много людей, здесь много журналистов, здесь есть разные пристрастия. И бывает так, что одна часть журналистов жалуется на то, что на них давят, на то, что их не дают развиться в полном объеме, другие говорят наоборот. И часто не хватает вот этого консолидированного мнения. Я хочу вспомнить опять все-таки, так получается, что нельзя не вернуться к тому же 2014 году. 28 мая 2014 года, я не знаю, насколько это весь коллектив, но большая часть журналистов абхазского телевидения выступила с заявлением, где была возмущена тем, что ей не дают нормально работать, что люди с оружием давят на них, устроили некий диктат и не позволяют им в полном объеме освещать события, происходившие в республике. И за то, что я опубликовала это заявление, за это ко мне, вот я тогда работала в Апсенпресс, пришло более 25 человек, молодых людей, в том числе и с оружием, и призывали меня к ответу, как я смела опубликовать такой текст. То есть такое давление мы все проходили. Слава Богу, на этот раз это давление меньше. Но, может быть, я чего-то не знаю. Как нам сделать так, чтобы давление не было в принципе? Вот вы сами сказали, в этот раз это давление меньше. Нам ждать еще смены власти для того, чтобы давление стало еще меньше. Еще меньше. И, может быть, когда-нибудь его бы не стало в принципе. Я не так, чтобы хорошо знакома с вашим положением, но мне кажется, что ваш коллектив, он большой. Конечно. Обладает определенной силой. И вы, как журналисты, можете противостоять давлению. Причем давлению как со стороны властей, так и со стороны оппозиции. Но, как мне кажется, вот тот мой опять прошлый опыт общения с вами показывает, что вот вы противостоите либо одним, либо другим. Здесь нередки были случаи. Вы опять скажете, что это было в прошлом. И Изида, может быть, сейчас не согласится. Хотя и она знает, что были случаи, когда приходили, когда монтировали передачи, вырезали имена. Не разрешали называть имена тех руководителей или тех чиновников, которые были отправлены в отставку или ушли в отставку. То есть все это было. И какие-то отзвуки иногда читателям и зрителям видятся и сегодня. Поэтому в вашей власти, именно в вашей власти, не допустить давления не со стороны президента, премьер-министра или кого-то, которые хотят, чтобы вы освещали таким образом события, так и со стороны оппозиции. Но как вы можете этому противостоять, я не знаю. Хочу один случай напомнить. Значит, с 2019 года, еще до, скажем так, официальной отставки президента Анкваба, в утренном выпуске, в 8.30, в утренном выпуске, в каком-то сюжете случайно прошел кадр Анкваба. Понимаете? А он еще не был объявлен в отставку. И вы знаете, какой здесь был наезд? Здесь не пять человек прошло. В 9 утра. Здесь человек 30 пришло сюда. Как вы показали ничего. Нам нельзя было показывать совещание действующего тогда правительства в июне месяце. Но у Тарвича, мы хотим как раз говорить о том, как от этой ситуации уйти. Как от этой ситуации уйти. Сейчас этого не происходит же? Это в вашей власти. Либо вы позволяете. Саид, сейчас происходит такое. Вы нам предлагаете у Тара Ночевича просить в прямом эфире завтра не приходить на работу или что? Я ничего не понимаю. Это вот в данном случае... Скажите, сейчас такое происходит? Изида Терентьевна, вот мой вопрос хочу адресовать вам. Как нам сделать так? Вот Манана Михайловна считает, что это в наших силах тоже. Но как может быть журналистское сообщество должно нас поддержать? Может быть, я не знаю, телевидение должно жить не за счет государства? Ну, когда мы не слышали слова наших коллег в защиту, в защиту журналистского господина, тогда мы не слышали. Когда расстреливали мои машины и поджигали их, я тоже не слышала ваша машина. А это что, журналисты расстреливали? Хорошо. Это журналисты расстреливали вашу машину? Ладно, мы говорим о поддержке коллег, вы же об этом говорите. Вы как-то нелогичны в своих... Теперь можно я скажу, мне Саид задал вопрос, я тоже как бы... Но знаете, вот у меня сейчас такое вот какое-то очень... Оно показательно вообще, очень неприятное ощущение. Мы все здесь стоим, разговариваем о каких-то там в 14-м году, в 4-м году. Ну что поделать, это наша жизнь, Изида, и твоя в том числе. И моя в том числе. И у меня такое ощущение, что мы все все время соревнуемся о том, как бы сделать еще хуже. Для меня очень показательно состояние... Ничего хуже его нету здесь. Состояние телевидения по тому, что происходит. Вот за все эти дни я не буду говорить, хорошо вы работаете, плохо работаете. Я сама по-разному работаю. Сегодня у меня есть настроение, я хорошо работаю, мы творческие люди, и все понятно. За все эти дни я вот на телевидении не увидела оценки госпереворота, который произошел. Никто не дал ему характеристику, вы не пригласили никого, кто даст характеристику. Это был уникальным. Госпереворотами никого не удивишь, бога ради. Вся история человечества, она развивается от госпереворота к госперевороту. И те политологи, которые нас сегодня критикуют, у них у самих и в России, и в Грузии, и так далее, везде есть госпереворота. Но меня, собственно говоря... Ну, во-первых, это было впервые в истории государства, что в госперевороте участвовали иностранные наемники. Я не услышала на телевидении, что вы пригласили генпрокурора, там, допустим, министра внутренних дел, который бы сказал, как они... Вот я, например, знаю, как они заехали, где они находились, и так далее, и тому подобное. На телевидении этого диалога не произошло, хотя, если мы откроем российские СМИ, мы все читаем о том, что Донбасс, там, и так далее, здесь сверх президента. То есть об этом надо говорить. Потом, что меня еще очень, как бы... Я считаю, что это все-таки наша функция заставить политиков, да, вот ОНД, да, совершила переворот. Один уехал в Донбасс, другой уехал в Сочи лечиться, там, или не знаю, что делать. Третий уехал в Москву, у нас не прозвучало, вот вы понимаете, программное заявление ОНД по защите государственности, так оно называется. Что мы слышали? Мы услышали, причем большей частью в российских СМИ и в грузинских, о Грузии, о продаже недвижимости, о добыче нефти. Какой-то посыл, то есть пригласите этих людей, заставьте их сказать, у них есть какой-то посыл к народу. Они шли с борьбой с криминогенной ситуацией. Сегодня, оказывается, давление и на телевидение, как бы Атар не говорил об этом, его присутствие. Это фактор оказания давления. Я знаю, что люди приходили и на парламенте обсуждали вопрос давления на руководство телевидения. Я прекрасно знаю, что на премьера давят, требуют заменить дирекцию телевидения. Есть Аида Чачхалия, на которую оказывается просто неприличное давление и в силу того, что она женщина и так далее и тому подобное. Просто неприличное, на мой взгляд, давление. Обо всем этом тоже надо говорить. То есть есть какие-то острые вопросы. Вы уходите сегодня от этих вопросов. Георгий, пожалуйста, прокомментируйте. К сожалению, действие рождает противодействие. И когда мы говорим о том, что нужна оценка событиям, произошедшим в эти январские дни, я считаю, что нужна оценка не только этим событиям, а многим другим. И очень часто, в том числе и 2014 года, там был переборот не меньше. И очень часто в нас говорят наши политические не объективизм и не непредвзятость, а наши политические, в данном случае, симпатии и антипатии. Поэтому мы видим какие-то ошибки, которые допускает одна сторона и не видим ошибок или не хотим видеть, или не хотим озвучивать ошибки, которые совершает другая сторона. Изида, вы можете на меня обидеться, но читая ваши тексты, вот мое субъективное мнение, читая ваши тексты, у меня... Глядя на заставку в твоем информационном агентстве, я тоже удивляюсь, Манана. Ради бога, можно критиковать мое информационное агентство и мою подачу материалов, как вам нравится, ничего не мне против. Я в таких случаях говорю своим коллегам, возьмите ручку и напишите сами другую точку зрения. Хорошо, но в любом случае мы все читаем материалы друг друга. Это моя субъективная, я пишу сегодня только блоги. И то, что я вижу, не желая критиковать во многих ваших материалах, не желая критиковать экс-президента, вы все свое критическое острие направляли на парламент. Парламент, на мой взгляд, сегодня вот так, я считаю, парламент это самая главная наша проблема. Возвращаясь к заглавной теме, это вообще работа средств массовой информации. Георгий, вы хотели коротко ответить на комментарии Зиды и пойдем дальше. Коротко, вы действительно правильно сказали, что такого не было, оценка не была дана. Мы как абхазское телевидение вообще какие-то транслируют идеи или какие-то оценки через людей, через спикеров. У нас, к сожалению, наверное, нет аналитической какой-то передачи, где какая-то аналитика проводилась, бы какие-то выводы делали. Такого нет. Поэтому мы зовем людей. И мы буквально в течение этой недели, мы человек 30 представителей из оппозиции обзвонили. Наш продюсер обзвонил, вот буквально 30 человек. И никто не согласился прийти на прямой эфир, когда мы как раз хотели поговорить, тогда был инфоповод, это заявление политиков в грузинским СМИ, когда они прокомментировали им события здесь. И мы хотели и об этом поговорить, и вообще хотели поговорить о ситуации, что сегодня происходит. И даже те гости, которых мы приглашаем сюда, мы чаще, практически всех спрашиваем, не называя сами, не давая оценку, мы спрашиваем, что сегодня происходит, как это можно назвать. И все уходят от ответа. И я думаю, что это... Есть еще новостной режим, все знали про ситуацию с Аидой Чачхалия, да? То есть вы на это тоже не пройдете. Вы как человек, который сегодня представляете... Интервью грузинскому телевидению, если вы помните, дал интервью руководитель партии Ам-Цахара Алхас Квитине, где он подробно рассказал... Вы меня не поняли, значит, о чем я говорила. Я все понял, я все понял. Люди захватили власть, они должны обратиться с посылом к обществу. Изида Терентьевна, это немного другая тема, которую я бы не хотел здесь обсуждать. Власть находится в руках исполнительной власти. Твоя оценка – это разные вещи. И я, например, в отличие от Изида Терентьевна, считаю, что очень хорошо, что вы пока не стали торопиться с оценкой этих событий. Это равносильно тому, чтобы рану бередить, кровоточащую рану бередить вот пальцем. Я думаю, что для этого придет время. Необходимо, чтобы немножко улеглись какие-то эмоции, и тогда можно будет дать объективную оценку. Если мы уже ждем 6 лет оценки, серьезной правовой оценки событиям 2014 года, я думаю, можно подождать пару-тройку месяцев для того, чтобы дать политическую оценку январским событиям. Я могу перейти в нем фамилии, которые были уволены в 2014 году, и главы администрации, и министры, и руководители словных структур, и люди были назначены новые лица. Вы все время пытаетесь рассказать. Мы будем делать еще хуже. Коллеги, я вот на самом деле все это время стою здесь, и все, что я слышу, это мы периодически возвращаемся к тому, что, а вы знаете, а вы знаете, и я просто хочу задать вопрос. Саид, это все потому, что не дана оценка тем событиям, которые мы видим. Вот и мой вопрос. Ну скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы уже от обсуждений, кто из нас хуже ушли, и пришли к тому, как нам завтра утром проснуться и строить работу, в первую очередь, абхазского государственного телевидения? Как уйти от того, чтобы независимо от того, что происходит в нашей стране, никто сюда не приходил? Нас сюда собрали для того, чтобы не судить роль СМИ, а не роль Агаторка. Как прийти к тому, чтобы независимо от того, что происходит в нашей стране, никто не приходил сюда и не грозился сжечь абхазское телевидение, которое хранит всю нашу историю, где есть видео времен войны, где есть выступления Минадоры Зухба на инаугурации Владислава Арзенба, где зал стоял и половина зала плакала. Как нам прийти к тому, чтобы вот это было главной ценностью, а не какие-то угрозы, какое-то давление, что было в 2014-м, в меньшей степени, как вы говорите, в 2020-м. Главный вопрос, как нам уйти от этого, если мы говорим о госсми, понятно, что в первую очередь речь идет об абхазском телевидении. Вот я бы хотел, чтобы мы все-таки нацелились на вот это. Я думаю, что все-таки то, о чем ты говоришь, Саид, это СМИ такой же срез общества, как и все остальные. Если сегодня в парламенте они не могут принять обращение, которое, на мой взгляд, выеденного яйца не стоит, в нем не было ничего чрезвычайного сказано, если депутат парламента, причем человек с большим политическим опытом, позволяет себе порвать обращение, да, и из этого устраивается скандал, то есть мы не видим обсуждения и в парламенте, то есть мы тоже срез общества, мы не знаем, почему сегодня происходят эти события, но внятно никто не объяснил, был сперва один посыл, теперь у нас другой происходит посыл. Нет, мы, конечно, понимаем ситуацию глобально в обществе, но это все обтекаемое телевидение. Не может быть независимым телевидением, в такой вот, как бы, не могут даже, не независимым телевидением, бог с ним, пусть оно будет государственным. Не об этом. У нас людям не дают выполнять свою работу, да, это же не только на абхазское телевидение оказывается давление, это вообще оказывается у нас система давления на СМИ, независимые СМИ в своей жизни постоянно испытывают давление, то есть кого-то заставляют убирать какие-то тексты, приходят, скандалят, масса таких историй была в моей жизни, но я иду в этой ситуации по простому пути, я не звоню родственникам, знакомым, я обращаюсь на протяжении 20 с лишним лет, я обращаюсь в наши органы правопорядка, я пишу заявление в МВД, я пишу заявление в прокуратуру, я пишу, кто-то, как бы, к этому скептически относится, но я, как бы, законополучшим себя человеком, считаю, я иду по этому пути. Когда-нибудь кто-нибудь из вас обращался в правоохранительные органы, когда кто-то оказывает на давление? Дело не в том, что это принесет результат. Это такая система, к которой мы должны приучить себя, приучить людей, приучить тех, кто поднимается к нам, нам угрожает. Мы ничего не просим на самом деле. Дайте нам спокойно работать, спокойно высказывать свое мнение. Да, у тебя и у меня мнения могут не совпадать, но из этого совершенно ничего не следует. То есть это общая культура поведения, которой сегодня нет ни в парламенте, ни в СМИ, ни в обществе. То есть она утеряна, по большому счету. Если мы будем сравнивать... Ну, сейчас я начну про традиции, это будет видно. Ну, Тарночич, вы правильно отметили, что мы обсуждаем здесь работу государственных СМИ. Из государственных СМИ есть государственное информационное агентство Апсны Пресс. Хотел бы задать вопрос вам. Амцахара делегировала представителя от себя на Апсны Пресс? Ну, и такой информации у меня нет. Я могу сказать. Да. Вместо них. Я тоже спрашивала об этом. Я внимательно читаю то, что пишет Апсны Пресс. И вообще, у нас не так много СМИ, не такой объем информации. Мы все успеваем прочесть все. Дело в том, что они пошли по пути вообще игнорировать оппозицию. Просто. И мне кажется, может быть, я не объективна. Я долго работала. И Зида работала в Апсны Пресс. И я работала. Мы в свое время и передачи делали. И вообще много хорошего было. И давление было, и хорошее было. И мы пытались как-то что-то сделать. И, кстати, по сей день многие политики, чиновники просят у меня архив, бывший архив Апсны Пресс, в котором очень много материалов не только тех президентов, хотя меня называли Ян Кваб Прессы, Багабш Прессы, кем угодно. Правда, сейчас недавно назвали Хаджимба Пресс. Ну, не важно, Прессы и... И на том спасибо. И на том спасибо. В общем, Пресс и Пресс. Но дело в том, что мне кажется, что читательская аудитория, как это ни обидно, Апсны Пресс заметно-заметно уменьшилась. Хотя там молодые ребята, мне кажется, что у них есть потенциал, и они могли бы делать. Они как-то во все эти события, вот январские события, обошлись практически умолчанием всего того, что происходило, за исключением официоза. И поэтому уже и отношение к нему стало другим. Все-таки, а что касается телевидения, почему оно всегда оказывается под таким прессом? Это при том, что сегодня есть социальные сети, при том, что много каких-то небольших информационных структур. У оппозиции есть свои информационные ресурсы, которые очень оперативно выходят. Но дело в том, что информация, которую дают и оппозиционные СМИ, и независимые СМИ, она больше всего распространяется внутри сухома. Но Абхазия это не только сухом. Читательская и зрительская аудитория в районах. Среднее и старшее поколение, которые в меньшей степени пользуются интернетом, которые представляют собой, мне кажется, костяк вот этой зрительской аудитории телевидения. И поэтому всем очень важно то, как вы освещаете и властям, и оппозиции. Поэтому давление на вас намного больше, чем на другие СМИ. И вот здесь я не во всем часто соглашаюсь с Сизидой, но здесь я абсолютно согласна с ней в том, что когда на вас оказывается давление, вы обращались раньше за помощью к коллегам-журналистам. Вы должны обращаться в первую очередь не только к коллегам-журналистам, но и к правоохранительным органам. Безусловно. И вот отстаивать законным путем свои законные права. Я не столь наивна, я понимаю, что не всегда это получается, но это тот путь, по которому мы должны идти. Спасибо большое. Ну и конечно, журналисткам... Сообщества плавно ушли от этого вопроса, учитывая, что призывы захватить телевидение звучали и от коллег-журналистов в том числе, и это факт. Я бы хотел поговорить о другом. Совсем скоро наша страна будет выбирать президента. Естественно, вновь и вновь внимание всех политических сил и общественности в том числе будет приковано к государственным СМИ. Вот какой, на ваш взгляд, должна быть политика для того, чтобы уйти от давления? У абхазского телевидения есть опыт, прям вот в сентябре были выборы. То есть, может быть, вы как коллеги подскажете, может быть, вы скажете, что придете и поможете, когда вдруг в очередной раз захотят захватить абхазское телевидение. Манана Михайловна, пожалуйста. Ну, очень хочется надеяться, что во время предвыборной кампании никто вас захватывать не будет. И все прекрасно знают, что ваш предвыборный эфир в большей степени как бы формируется в согласовании центральной избирательной комиссии. Поэтому вы, у вас, как я понимаю, как по крайней мере было все предыдущие предвыборные кампании, эфир как-то регламентируется избирательным законодательством, регламентируется ЦИКом. А уже то, насколько это будет интересно, избежите вы давления, зависит от вашего профессионализма. И я очень надеюсь, что все-таки вы достойно выйдете из этого достаточно сложного испытания. Но вот была такая проблема в свое время, давнишнее. Все время приходится как-то обращаться в прошлое. И, наверное, это не очень хороший был опыт, когда еще в 2004 году готовились ролики, программы для разных кандидатов. И тогда журналистов прикрепили к разным политическим силам, к разным кандидатам. Это вызвало какие-то симпатии, антипатии. И, в общем-то, вот эти политические пристрастия, они сказались и на работе журналистов. Сейчас, мне кажется, что вот такого нет. Четко определены рамки. И если вы будете корректны, если вы будете одинаково беспристрастны по отношению к разным кандидатам, я думаю, что вы достойно выйдете из этого испытания. А если нет, вы придете, поможете. Что касается меня, и если моя какая-то помощь нужна, я, безусловно, поможете. Вот Арночевич, пожалуйста. Я что могу добавить к сказанному уже. Но бояться предстоящих президентских выборов не нужно. Никто захватывает ни радио, ни телевидение, ни газеты, ни агентства. Никто не будет. Это запишите. Никто не будет. Дело в том, что Центр из Бирком распределяет эфирное время для кандидатов в президенты. Далее есть закон о средствах массовой информации, есть закон о телевидении, радио. Положить на стол и работать. И никто не будет захватывать. Это уже как редакции подготовят. Я думаю, что форматы, наверное, будут те же. Или будут какие-то обновления. Это уже дело ГТРК. Вы будете принимать участие в организации? Или в качестве кандидата в президенты? Нет, нет, в качестве помощника абхазскому телевидению. Нет, помогать, я думаю, не надо. Здесь есть люди талантливые, люди, которые уже проводили эфирные, агитационные. И в сентябрьских выборах вы прекрасно справились с этой задачей. Я думаю, что без посторонной помощи вы сами решите эти вопросы. Спасибо большое, Утарночевич, Изида Терентьевна, пожалуйста. Я все-таки перед тем, как сказать, я скажу очень коротко, что я считаю, что наша страна не готова к выборам. Я считаю, что это самая большая ошибка сегодня проводить выборы. У нас проблемы существуют с законодательством. То есть наш парламент сам себя загнал в такие условия, когда если они поменяют законодательство, то все, что было, случилось, то есть здесь государственный переворот, который случился, он как бы будет иметь только одну парламенту. Неверно, закон не имеет обратной силы. У нас есть очень печальный опыт, когда один закон не имеет обратную силу. Я не говорю про закон и не про обратную силу. Поэтому парламент может смело вносить изменения. Манан, можно когда, вот потом ты как-нибудь доскажешь, да, за меня, покритикуешь меня, все нормально будет. Вот. Я про 19-ю статью. То есть на сегодняшний день депутаты пытаются вернуться к смысловому понятию 19-й статьи, которую, в общем-то, опроверг суд. Да. И вот я именно поэтому пытаюсь объяснить, почему я считаю, что к выборам мы не готовы. Потом нужны какие-то вещи, связанные с декларированием доходов, расходов депутатов, кандидатов, чиновников и так далее. Нужно принять ряд законов, которых у нас на сегодняшний день не существует. Иначе мы через два месяца, через год, через полгода, неважно. Но мы снова вернемся к такой же ситуации. Мы снова будем собираться и говорить, как вот не оказывать давление, или как оказывать и кто оказывал давление. Но на премьер, он сейчас исполняющий обязанности президента, когда встречался с депутатами парламента в минувшую субботу, он говорил о общественном совете. То есть этот общественный совет, он есть у вас в положении. И вот мне кажется, что вот все-таки Абхазское телевидение сегодня должно проявить инициативу. Инициатива должна исходить от вас. Во-первых, меня очень всегда смущает вот это вот сидение представителей от партии и движений. То есть если формировать общественный совет, вы должны продиктовать эти условия. То это все-таки должны быть ваши коллеги, которые действительно придут и не будут вмешиваться, которые знают законы репортажа, которые знают, что репортаж 33 минуты, а синхрон 100 секунд. То есть у которых есть какое-то владение специальностью, которые не будут вам мешать работать. Это первое. И второе. Вам цик сегодня будет, вы будете с циком обсуждать форматы, которые будут на абхазском телевидении. Но я считаю, что журналисты в этой ситуации, телевидение в этой ситуации должно исходить из такого представления. Реклама вообще не наша забота. Это не забота журналистов. Это забота тех, кто баллотируется. Наша проблема показать изнутри этих людей. И я понимаю, что на вас как бы самый большой удар. Если вы отказываетесь от рекламы, допустим, вы... Ну, о чем, собственно говоря, вот это вот было, эти фильмы про кандидатов в президенты были? Что должен был оценить избиратель? Режиссерскую работу? Или костюм дорогой, часы, может быть, дорогие, это на кандидате в президенты? В чем смысл был этих фильмов, когда кандидат сам о себе рассказывает с помощью специалистов, рассказывает о том, что он хороший? То есть я считаю, что смысла в этом нет. Если он и есть, то только как финансовая поддержка тому или иному СМИ. То есть это не должно быть на бесплатных условиях. Те же самые плакаты с какой-то надписью, да, на телевидении, голосуйте за такого-то. Опять же, это не ваша проблема. Если такая продукция должна появиться на телевидении, она должна появиться на платной основе. Ваша проблема – новые форматы, на которых избиратель сможет узнать побольше о том или ином кандидате. Вот тут, чтобы уйти от вот этой самой пресловутой давления, вы можете подключить все журналистское сообщество. Но на вскидку, к примеру, вот примерно такой же формат, на котором один час Монана будет задавать вопросы кандидату, один час будет Татар задавать. То есть все представители всех СМИ задают, допустим, по часу. Зеленский выдержал, сколько он там, почти день, по-моему, сидел, отвечал на вопросы журналистов. Но если люди хотят попасть в кресло, главное кресло страны, пусть-то поднапрягутся, пусть поотвечают на вопросы. И тогда, как бы, вот этот вот эффект давления, а на кого, собственно, давить? Значит, надо на все СМИ давить, да? То есть какие-то, конечно, будут неудобные вопросы, их будет масса. Но за это уже будете нести ответственность не только вы, да? А все СМИ, если давление на все СМИ будет оказываться, думаю, как-нибудь это вынудит, может, журналистов. Спасибо большое, Зина Теретевна. Георгий, пожалуйста, ваш комментарий и будем завершать. Давайте, а то мы уже очень долго. У нас был опыт, действительно, совсем недавно предвыборной кампании, освещение ее. Мы это делали в тесном сотрудничестве с ЦИКом. И форматы, и длительность эфиров, и что платно, что бесплатно, это все определял ЦИК. Ну, как бы, наши... Я думаю, что они не будут вам сопротивляться, если вы предложите... Ну, наши предложения, они выслушивали, да, действительно, это все так. Мы подумаем, что можно изменить, услышим, естественно, всех... Можете нас подключить, мы тоже подпишем какое-нибудь заявление, отнесем в парламент. Денег просить не будете за работу? Нет, мы не будем денег просить. Как ты заметил, я ни разу не просила. Вот, и я думаю, что, может быть, действительно воспользуемся вашим советом и подключим журналистское сообщество для того, чтобы наиболее какие-то приемлемые, удобные форматы для зрителей, для того, чтобы раскрыть кандидатов, мы бы придумали и провели. И, в принципе, вот предыдущие выборы у нас особых трудностей не было, никаких захватов, особого давления не было. Были случаи, опять же, когда приходит кандидат, с ним приходит 10, 15, 20 человек. Дебаты прописать надо еще. Вот я перебиваю дебаты, в законе прописать же их надо. Дебаты у нас все равно как бы ЦИК определяет в любом случае. Вы уходите в детали, которые можем обсудить. Дебаты – это действительно очень важный, очень интересный, очень важный формат. У нас в свое время, в 2011 году была попытка провести дебаты, но так получилось, что один из кандидатов попал в аварию. Этот опыт не состоялся и дальше, в принципе, дебатов не было. Некое подобие дебатов происходит, но они практически дебаты кандидатов с журналистами. Хочу одну маленькую ремарку по поводу того, что сказала Изида. Мы не готовы к выборам. Да, может быть, мы не готовы к выборам, но мы часто не готовы ко многому. И если исходить из этого, то можно просто сложить руки и ничего не делать. Почему я сказала, что закон обратной силы не имеет, и есть закон, и есть избирательное законодательство, в соответствии с которым мы должны провести в двухмесячный срок эти выборы. И здесь никакой другой альтернативы нет. Но вот в вашей силе, именно как государственного телевидения, в нашей тоже, но в вашей большей степени, это вот, как бы, в свою очередь оказать давление на депутатов парламента, чтобы они активнее работали над изменениями, которые необходимы в избирательное законодательство или в какие-то другие законы, которые будут регулировать в дальнейшем общественно-политическую жизнь в стране. И вот тогда мы, может быть, идеально не подготовимся к выборам, но все-таки их проведем. Вы давно не ходили на сессию парламента. Уважаемые гости, спасибо вам большое. Много раз лично хотелось вступить и в дискуссию тоже, но сегодня у меня совсем другая роль. Уважаемые телезрители, для нас, для телеканала Абхазского телевидения, было очень важно рассказать вам о том, как работает Абхазское телевидение сегодня. У каждого из вас была возможность выслушать мнения и сделать выводы. Ведь это на самом деле важно. Спасибо большое. Мы обязательно встретимся здесь, в этой студии, в прямом эфире. Всего доброго.